Сейчас всем станет хорошо. К нам присоединяется психолог Аннета Орлова. На романтике начинается программа «Личная территория». Аннета, доброе утро. Доброе утро. У меня для тебя сразу же отличные новости. Мы сегодня набрали новый пакет вопросов от наших слушателей. Да, да, да. Я вижу, они такие совсем свежие. Совсем свежие, как горячие пирожки из печки. Ты готова? Я как обычно. Как пионер? Да. Тогда готова. Лейла, 35 лет, пишет. Добрый день, спасибо вам за ваш эфир. Видишь, как все начинается у нас позитивно. Дальше будет немножко посложнее. Вопрос по поводу родительской семьи. Отец был, жил в семье как неродной и никогда не слышал от него хороших слов и слов поддержки. Мне кажется, у него психическое расстройство. При наличии денег одевается плохо и ходит к маме питаться. Когда ему говорят что-то, начинает кричать и не слушает. Я работаю с 18 лет, сама отучилась. Меня раздражает то, что мама его принимает, хотя он никогда нас не поддерживал. Как мы еще не встали на красивую, пардон, на кривую дорожку, меня удивляет. Он все для этого делал. Ну вот я пытаюсь проникнуться вот этим полем, когда Тимур зачитывал вопрос. И даже твоя ошибка кривую на красивую, это говорит о том, что все-таки вы немножко усугубляете. Я просто в этот момент смотрел на тебя. Да, но это по Фрейду оговорка, она иногда бывает важна. Какой красивый комплимент разлился. Да, да. И никто его не оценивал. Нет, а я его оцениваю, потому что когда мы что-то оговариваемся, когда мы где-то случайно ошибаемся... То на самом деле это не случайно. Это не случайность. Как будто бы наша психика не очень воспринимает. То есть то, как вы видите ситуацию, я вот с Тимуром тут согласна. То есть вы как бы описали папу как такого не очень здорового человека. И я слышу, что он был дистантный, он был достаточно холодный. И на фоне этого у вас есть много к нему обид. Но сами вы эти обиды как бы не можете с ними справиться. Вы их, скорее всего, стараетесь куда-то вытеснить. И как следствие вы испытываете много раздражения, много гнева на маму, которая его принимает. И это больше история про то, как вам бы хотелось бы, чтобы... Вот дальше непонятно. То ли это желание, чтобы папа вас заметил, и вы стали для него важны. То ли это гнев и неприятие, что мама не соответствует образу женщины, какой вы хотите быть. Вот, например, вы никогда так не будете терпеть. Вы никогда не будете на этом месте. То ли очень много у вас подавленной любви к отцу, которая не может быть выражена. И тогда вы вот так вот агрессией, раздражением это придавливаете. Видите, очень много моментов, которые не прояснены. И я слышу, что у вас получилось. Может быть, не благодаря ему, а вопреки. Но у вас результаты хорошие. И вот тут возникает вопрос, откуда вот эта сконцентрированность такая негативная на папе. И важный он для вас человек. Видите, если вы пишете на радио вопрос про папу, может быть, вы настолько сильно его любите, что у вас ужасно больно вам за то, что он как-то как будто бы какой-то такой... Он ведет такой почти что маргинальный образ жизни, хотя я слышу, что не маргинальный, а он... У него комплекс неполноценности. Да, люди, которые плохо одеваются, не придают значения тому, как они выглядят. Не следят за тем, что они едят. Это чаще всего упирается в такую нелюбовь к себе. И комплекс неполноценности может так проявляться. И может быть, именно это, да, вам и мешает, и вы раздражены на него, потому что у него это есть, и вы не хотите идентифицировать себя, да, вот с таким папой. Мама его принимает, как она его такого принимает. И вот мне слышится, что здесь действительно важно попробовать посмотреть на родителей, да, как-то вот из глубины своих чувств. А что вы испытываете к папе? А что вы хотели бы ему сказать, но не можете сказать? А почему вы, как бы, в большей степени ждете, что что-то сделает мама? Почему вам важно это? А насколько вы выделились уже из своей семьи, и уже вам 35, и, может быть, вы имеете право уже на свою жизнь? Почему вам так страшно, что вы повторите их жизнь? И вы, как бы, пытаетесь маму заставить каким-то образом вести, чтобы не бояться, что вы повторите эту жизнь? Вот что-то про это. Там глубинные слои. Я бы тут совет вам бы не давала бы. Да я и не слышу вопроса. Ты видишь, да, что ни одного вопроса нет? Здесь скорее человек делится, нет вопросительного знака ни одного. Поэтому, ну вот, я вам дала такой свой взгляд, но он не значит, что я все перечислила. Нет, в рамках родиного, понятно, я вот то, что мне вот сейчас пришло, да, вот как откликнулось. Вот, но я слышу там про любовь к папе, которая придавлена. Я слышу про боль за него, я слышу про страх повторить материнский сценарий, про злость на папу тоже. Там очень много чувств. Амбивалентность, то есть, амбивалентность. Одна ваша часть его очень любит, другая ваша часть его ненавидит. Одна ваша часть мама жалеет за нее, переживает. Другая часть как будто презирает за слабость. Вот что-то такое. Следующий вопрос. Виктория, 41 год, пишет вопрос, причем сразу сообщение начинается с вопроса. Что не так? А далее история. Недавно проснулась с мыслью, что надо опять идти на работу, на которой мне все нравится. Но она мне так трудно дается. Все меня там хвалят. Но я себя постоянно критикую. В общем, полный абсолютный перфекционизм. Не отступаю от своих принципов делать все правильно, как чувствую. Многие мне говорят, забей на то, забей на сё. Но в итоге понимаю, что своим упорством была права. Что сделала, как считала нужным. Ну и, собственно, мы возвращаемся теперь к первой строчке сообщения. Вопрос, что не так? Виктория, дорогая, вот сам вопрос уже отражает ваш способ мышления. Вы задаете вопрос, который прямо вот говорит, что не так. Если мы говорим о том, что такое мышление, это наше осознанное такое восприятие окружающего мира. Да, во всех его проявлениях. Это во многом наше собственное создание представления о мире, о других людях, о себе, естественно, о себе. И наше мышление отражает и проявляет то, каким образом мы ищем информацию, каким образом мы устанавливаем связи между разными событиями в своей голове, как мы решаем задачи. Да, и в том числе и наша способность абстрагироваться, она тоже, да, идёт, как бы, вот тоже связана с мышлением. И мне слышится, что вот эта формулировка «что не так» как раз и говорит о том, что ваше мышление, оно, во-первых, очень сильно захватило вас, и, возможно, мышление настолько активно, насколько, например, ваша телесность, ваша чувственность, ваш эмоциональный план, он, наоборот, придавлен. И вот это вот мышление, оно, к великому сожалению, у вас, оно направлено на поиск недочётов, поиск ошибок, поиск минусов. И если глубже смотреть, то у вас внутри вот эта вот ваша часть, ваша родительская внутренняя часть, там, ваш родительский режим, он очень критикующий и, возможно, даже карающий. И тогда, где бы и что бы вы ни делали, у вас фильтры, через которые вы смотрите на этот мир, они, ну, точно, не то чтобы не розовые, они не нейтральные, они увеличивают как будто бы в бинокулярную лупу всё то, что не получилось, и абсолютно делают незаметным, невидимым все хорошие какие-то моменты. То есть внутренний критикующий объект, он захватывает мышление, а мышление захватывает все остальные ваши функции. То есть они как бы превалируют психически. И получается, что вы всё время находитесь в процессе какого-то самобичевания, самообесценивания и используете достижения, то есть какие-то оч, дела для того, чтобы снижать свою тревогу по поводу, собственно, несостоятельности. И люди, которые рядом, они пытаются вас убедить, но они не могут преодолеть вот этот фильтр мышления, что не так. Знаете, у меня большая программа по повышению самооценки, это длительная системная программа, где мышление – это всего лишь часть. Там очень много мы работаем с эмоциями, очень много работаем с телом, очень много работаем совершенно с другими системами. Она стартует вот как раз 21-го числа. Посмотрите, в социальных сетях там есть информация. Это трансформационная программа по повышению самооценки. И это не быстро, это не будет быстро в вашем случае, потому что у вас настолько внутренне вы отсекаете любую поддерживающую вас информацию, поддерживающую ваш опыт. Естественно, и сейчас вы ищете, что не так. Я скажу так, с вами всё так, но вы этого не хотите видеть, и вот это не так. И тогда получается, что возникает апатия. То есть апатия – это как раз та прослойка эмоциональная такая, когда вы слишком много эмоций, которые вы не допускаете в зону проживания. Вы настолько сконцентрированы на действиях, достижениях и задачах, что ваше тело, скажем так, скорее всего, игнорируется. Может быть, у вас психосоматические проявления. Например, если вам что-то очень сильно не нравится, у вас будет тошнить, или у вас будет очень сильно болеть голова, или у вас может подняться температура. То есть те совершенно примитивные детские защитные механизмы, то есть реагирование – то, которое бывает у младенца. Вот, это первичное. Поэтому я думаю, что любовь к себе – это то, с чем нужно работать. И достаточно медленно, но системно выращивать внутри себя тот самый добрый объект, который не будет атаковать вас и постоянно говорить, что вы что-то делаете не так. Когда вам говорят многие «забей на то, забей на все», у вас это вызывает гнев и раздражение, потому что «забей» – это другая крайность. У вас же как бы при перфекционизме, тем более, как вы написали абсурдном, там черно-белое мышление. То есть там не бывает, да, 10, 9 не бывает, 9 – это ноль. И когда вам говорят, например, что «слушай, ты так сильно не переживай», ничего страшного, вы это воспринимаете, что вам говорят «забей». Хотя я абсолютно уверена, что люди, которые с вами разговаривают, они не говорят так. Они говорят «слушай, ну ничего страшного, это мы доделаем, переделаем, или это мы сделаем чуть позже». Но для вас это означает «ноль», «забей» и «все плохо». И дальше вы говорите «нет, я на это не буду, я буду своим упорством делать так, как я думаю, потому что я была права, и надо всегда делать все идеально с первого раза и так далее». Это неплохо, когда вы исполнитель, то есть нанимать на работу таких людей, как вы, это просто супер, потому что вы будете действительно качественно выполнять свою работу, но вот быть таким человеком для самого себя, это сложно, потому что где-то лет до 45 у человека ресурса хватает на то, чтобы вот этот перфекционизм обслуживать своим здоровьем, своим поведением, своим всем, жизнью своей. А вот с течением времени, когда идет истощение этого психического ресурса, это все становится непосильным, и тогда человек превращается в недовольствующего, вечно такого, выражающего во вне несовершенства и часто болеющего. Именно потому что он не опирается на любовь к себе, на креативность, на легкость и игривость. Вот это детское состояние, оно, как вы сказали, у очень серьезных перфекционистов, детское состояние подавляется. Личная территория с Аннетой Орловой. Пишет нам Лена, 35 лет, у нее довольно интересный вопрос. Послушайте внимательно ее историю и проживите ее. У меня семья, двое детей, уходить из семьи не хочу, но второй год, вот сейчас внимание, второй год подряд, с сентября по декабрь, изменяю, заводя отношения на стороне. Испытываю жуткую апатию, угрызение совести, постоянно рву эти отношения, но спустя несколько дней опять их возвращаю. Ну как тебе? Ну мне кажется, очень живое сообщение, много креативное. Жизненное? Ну конечно, креативное, живое, наполненное не перфекционизмом, с одной стороны, а жизнью, с другой стороны, угрызениями совести, то есть внутренний критик тоже в действии, потому что он как бы грызет. Много вопросов возникает сразу же, то есть почему именно в период с сентября по декабрь наша героиня, которую зовут Елена, изменяет, причем это делает второй год подряд. Ну это Леночка просто так себе нарисовала, можно, конечно, по юморике сказать, ну слушайте, природа, вот почему-то смещено немножко. Обычно это весной, да, обычно весной все это происходит. Обычно это весной, и у людей, и у котов. Ну понимаешь, ну да, но я думаю, что может быть для Лены сентябрь, это начало учебного года, если посмотреть, возможно, когда-то, когда-то в этот период, как раз в сентябре, кстати, задумайтесь, в каком месяце вы познакомились со своим мужем, может быть вы познакомились август-сентябрь, опять же, у нас же есть у каждого свои периоды. То есть это может быть как-то связано? Дело в том, что у каждого из нас есть свои периоды, и мне очень нравится вот эта китайская история про разные энергии, потому что, да, мы приходим в этот мир, и у каждого из нас представляет свою энергию. И вот есть периоды, да, например, если человек знак огня, то сентябрь у него очень слабенький период, потому что огонь – это все про солнце, солнце. А если у человека в сентябре это подъем, то все его активные жизненные моменты будут решаться именно в этот период. Ей надо просто посмотреть, а может быть сентябрь – это период ее максимального подъема? Она и мужа тогда встретила, она, может быть, ждала школу, и ей нравилось в школе звездить. И вот у нее этот период, он как бы, вот она в этот период начинает так вот чувствовать такую жизненную активность. Но было бы хорошо, если бы эта активность как-то проецировалась на мужа, который рядом, но ведь почему-то она ищет отношения на стороне. Конечно, это было бы в идеале. Почему? Потому что вот мы говорим о том, что у Лены возникает жуткая апатия, и для нас жуткая апатия и угрызение совести, мы говорим про то, что есть та часть Лены, которая… Это после того, как она, собственно, изменяет у нее возникает… Естественно, да, зачем же у нее еще угрызение совести? Ну да, да, да. Но вот смотрите, если бы она не изменяла, то у нее была бы грусть, печаль и скукота, потому что у нее было бы желание каких-то эмоций, но она должна была сама себя ограничить. Но так как она изменяет, она получает определенные какие-то приятные для себя эмоциональные переживания, больше похоже на эмоциональные переживания, и дальше она, внутренний критик, начинает ей говорить, так нельзя, это плохо. И у нее возникает и угрызение совести, и самое главное – апатия. А апатия – это возможно, история, я не знаю, я сейчас приблизительно могу, апатия – это может быть реакция на невозможность сделать действие. То есть если вдруг предположить, что, например, видишь, ни слова нет про мужа, ни слова нет, есть у меня семья, у меня двое детей, то есть это про социальный статус, то есть она семья и про детей, и если мы начнем исследовать, то, возможно, угрызение совести – это больше перед детьми. А почему? Потому что та самая семья находится под угрозой. И вот если предполагать, что для Лены в семье отношения любви исчерпали себя, то вот эта история про влюбленность, она блокируется апатией для того, чтобы, грубо, дети не остались без отца, потому что он хороший отец, или семья не разрушилась, потому что в этой семье есть стабильность. И тогда апатия – это так называемая одна из форм торможения, прокрастинации, чтобы человек не совершал никаких действий. То есть сейчас у нас какое? 19-18, 18 ноября, как раз тот самый период, когда у Лены сейчас все происходит. Ну, у Лены сейчас все происходит, она потому и пишет, и она, с одной стороны, в отношении, ей нужны какие-то эмоциональные отношения, а с другой стороны, она не может их продолжать, потому что она понимает, что они угрожают ее семье. Здесь важно попробовать посмотреть, а что в семье? Вот муж, насколько все-таки есть муж как фигура в вашей жизни? Или он всего лишь фон? Вот муж, он кто для вас? Что вы к нему испытываете? Может быть, вы на него обижены за то, что он вам чего-то не дает, что вам очень важно. Может быть, вы на него гневаетесь, и тогда вы ищете кого-то. Иногда браки на третьем человеке держатся. Например, если бы не было бы какой-то истории, знаешь, сколько врагов, которые держатся на волонтерах извне? Так ты их называешь, да? Я называю их волонтерами извне, конечно. Ничего не имею. Ну, жизнь так устроена. Волонтеров, знаешь, сколько, которые помогают семьям, но сейчас на меня обидятся все, но я говорю правду, потому что когда ко мне приходит девушка, которая там в 35 лет совершает второй прерывание беременности от женатого мужчины, у которого в семье рождаются дети, как ее еще назвать нежно? Только волонтером. А не нежно? Ну, глупенькой. Понимаешь, да? Вот так вот. А по сути дела волонтеров много, и эти волонтеры сохраняют чьи-то семьи. Я всегда говорю, что здесь нужно понять, всегда, ведь жизнь, она такая, она разная. Никто из нас, кстати, никто из нас не может, как сказать, обезопаситься или, как правильно сказать, дать зарок, что мы никогда не попадем в такие ситуации. Это неправда. Каждый из нас может в тот или иной момент жизни попасть в разную ситуацию. Почему? Потому что так устроена наша психика, что мы меняемся, мы трансформируемся, партнер наш меняется, запросы меняются. Душа человека, она, ну, она тоже, нуждается в очень разных переживаниях. И иногда, знаешь, как нуждается душа в том, чтобы пострадать. Сейчас послушают нас многие и услышат в наших словах небольшое такое оправдание всем изменам и так далее. Ну, для того, чтобы, во-первых, я ни на кого не нападаю. Мы в курсе. Сразу прямо скажу. Безусловно, я ни на кого не нападаю, потому что я, в мой кабинет люди заходят с очень разными жизненными историями, и когда ты вникаешь в них, как психолог, то ты понимаешь, что ничего не возникает на пустом месте. И если, например, женщина никогда в жизни не получила по-настоящему полноценной любви от собственной матери, и она была покинута собственной матерью, то она в 14-15 лет научилась получать эту любовь от мужчин. Она путается. И она меняет партнеров, потому что она путает. Она секс принимает за чувство любви. Вот она потом выросла, вышла замуж, и как только муж ей не дает чувство вот этого принятия, если другая девочка идет к психологу, идет, не знаю, на женские тренинги, идет к мужу, идет к свекрови, идет к своей маме, то она бежит к другим мужчинам для того, чтобы получить вот это ощущение принятости. Но ведь измена – это плохо. Ну, конечно, измена – это плохо, потому что этот, как называется, господи, фактор, разрушающий семью, это всегда травматично, безусловно, гораздо более здорово и замечательно, чтобы сохраняла семья. Вообще, всегда, когда в мой кабинет тот заходит, я говорю, мы психологи, но мы всегда в душе, где-то внутри, все равно мы очень хотим, чтобы семья сохранилась, потому что семья – это психологическая безопасность человека. Да в турбулентное время семья – это то, на что можно опираться. Но семья должна сохраниться не в, как сказать правильно, не в ущерб каждому отдельному партнеру. Понимаешь, история про то, как любой ценой сохранить семью, и жить, ненавидя друг друга, травмируя собственных детей, которые потом не хотят вступать в брак, потому что они помнят, как жили их родители. Это тоже, знаешь… Ну, то есть не любишь уходить? Я считаю, что да, иногда. У меня неудачный брак. Приходит женщина. Мы через 20 лет развелись. Я говорю, вы что, реально считаете, что 20 лет брака – это неудачный брак? 20 лет брака – это суперудачный брак. Просто вопрос в том, что он завершился. Но… И это больно. Для кого-то это травматично. Но, понимаешь, никто нам не может гарантировать ничего на всю жизнь. И, безусловно, каждый человек хочет сохранить то, что у него есть. Но иногда завершение – это единственная возможность не утратить себя. А представляешь, ты живешь 20 лет, муж влюбился в кого-то, и ты бесконечно любой ценой хочешь сохранить брак. Вот он приходит, непонятно в каком состоянии, говорит тебе все, что попало. А ты продолжаешь сохранять семью. Ранишься, травмируешься, заболеваешь онкологическим заболеванием, потому что ты все это внутри подавила. Злость, ненависть и все остальное. А мужу нормально. Он говорит, ну ничего страшного, я после тебя хотя бы женюсь. Вот вопрос. Может быть, нужно просто сказать, стоп, это не про меня. Вон бок, а вон порог. Понимаешь, вот все зависит от обстоятельств. Ленит и что делать дальше? Да, дальше. Ничего не делать. Продолжать изменять с сентября по декабрь. Сказать мужу обо всем. Нет, мужу говорить не надо, потому что это значит, что вы пытаетесь облегчить свою совесть за счет другого человека. Зачем ему это нужно знать? Если вы повинились и хотите, например, раскаяться, ну пойдите в церковь, пойдите на исповедь, поделитесь, да, вот священник, он поговорит с вами там и скажет, что вам делать, если действительно угрызение совести. А прийти к мужу, ему все это вывалить для того, чтобы он потом в этом всем захлебывался. Какой смысл? Что это дает? А по поводу поисследовать, почему это происходит? Опять же, я уже это проговаривала. На что обижаетесь? На что злитесь? Что муж не дает? Что вы, может быть, не позволяете себе давать мужу? Попробуйте об этом подумать и, возможно, с мужем вместе об этом поговорить. А может, просто вот такая гулящая натура? Ой, ну видите, мужской шовинизм. Ну, может, гулящая натура? Ну, тогда мы скажем, что в сентябре просто это такой период. Вот как у кошек. Мой котик, кстати, сейчас тоже шумит. Хотя, извините, ноябрь на дворе. Не знаем, куда деться. Окей. Личная территория с Анеттой Орловой. Так, пишет нам аноним. 30 лет. Здравствуйте. Анетта, спасибо большое за полезные профессиональные советы. Как избавиться от чувства вины? Мне 30 лет. Старшей сестре 32 года. В нашей родительской семье был абьюз. Но мы с сестрой 3 года назад переехали в другой город и начали новую жизнь. Точнее, я начала. Работа. Муж. А она все еще живет в прошлом. Нет у нее парня. Теперь еще ушла с работы и уже 3 месяца и ищет ее. У нее трудный, упертый характер. Как у нас с ней трудные отношения, постоянные оскорбления и упреки в мою сторону? Я оплачиваю ее коммунальные услуги, ипотеку. Мы вместе ее оформляли, чтобы сбежать от отца. Она как будто специально вредит себе, чтобы найти оправдание своим несчастьем или мне вредит, видимо. Если мне плохо, то пусть и тебе будет плохо. Как ей помочь? Да, очень важный вопрос. Ну, я, может быть, буду немножко категорична, но мне слышится, что в этом вопросе, может быть, это будет оправдано. Заметь, человек написал аноним. Насколько надо быть запуганным? Насколько надо бояться вообще по жизни обвинений и нападок, что даже не написать собственного имени. Я думаю, что одна из достаточно самых заряженных отношений, которые вообще в жизни бывают, это отношения мать и дочь. Это отношения, в которых очень много любви, очень много конкуренции, очень много властных отношений, очень много всего. И это естественно. Почему? Потому что мама, которая родила и обеспечила нам выживание, является авторитетной, важной фигурой. С течением времени все меняется. У нас происходит в какой-то момент, естественно, в детстве идеализация родителей, а потом де-идеализация. И вот эту де-идеализацию не все могут пройти. Расщепление происходит и тому подобное. Вторые отношения, наверное, еще такие же сложные. Это отношения двух сестер. А почему? Потому что две сестры – это конкуренция. Причем два брата совершенно не так, как две сестры. И более того, по жизни зависть – это то, что сопровождает очень сильно именно сиблинговые отношения. Сиблинговые отношения – это отношения детей в семье. Почему? Потому что они изначально получали вроде бы одинаковый фон, одинаковое начало жизни. И, соответственно, а раз у нас одинаковое начало, то одинаковые ресурсы, то сравнение является уместным. Потому что первичные значения той жизни, они мало отличались. И когда потом за счет личности идут трансформации, далеко не всегда это может принять тот человек, у кого не так хорошо получается. Ведь, по сути дела, личность, она может очень сильно влиять на весь контекст. Потому что личность – это не окаменевшая какая-то, знаете, застывшая часть. Это то, на что мы можем влиять. Вот я могу сказать, что я на свою личность повлияла, ну, наверное, процентов на 40, а 40% изменений личности дает, ну, наверное, 100% изменения образа жизни и жизни. Так вот, я думаю, что, имея прочие равные, вы очень по-разному с этими данными справлялись. И ваша сестра в данный конкретный момент, к сожалению, испытывает банальное чувство зависти. Опять же, поймите, вы выросли в одной семье, но при суппозиции личности у вас могут быть абсолютно разные. Например, у нее могут быть те черты, которые у вас не развиты. У вас развита сензитивность. Вы чувствительный человек, вы склонны к эмпатии. А ваша сестра, например, похожа на вашего отца, который там абьюзировал. Она стремление к власти, к подчинению, нежелание там, может быть, подстраиваться. И, конечно же, конечно же, ну, вы становитесь инструментом. Да, вы должны испытывать чувство вины. Вот вы говорите, и как избавиться от чувства вины? У вас чувство вины, как у того человека, который винится за то, что он делает, за то, что он созидает, за то, что он может быть в отношениях, за то, что он может отдавать, за то, что он может работать и ладить. И у вас за все это чувство вины. Если вы не отделитесь, если вы внутренне, если вы не перестанете сливаться с вашей сестрой, считая, что вы обязаны обеспечить ее счастливую жизнь, вы не обеспечите ее счастливую жизнь, то через некоторое время у вас начнут проявляться проблемы в вашей семье, в вашей работе. Вот это жизнь. Поэтому попробуйте, попробуйте, я не знаю, что там история про коммуналку и ипотеку, но мне слышится, что у вас уже идет сильнейший дисбаланс. Чем больше вы будете за нее платить, чем больше вы будете для нее делать, тем больше она должна будет быть вам обязана, тем больше у нее будет нарушаться собственная идентичность, и в итоге она будет на вас злиться. Она будет все брать, но будет считать, что вы должны, и при этом эти отношения рано или поздно будут в очень большом конфликте. Я это говорю на опыте огромного количества людей, которые ко мне обращались именно с этими проблемами. Самая большая боль – это отношения с близкими родственниками, которым ты помогал. Анетта Орлова продолжает отвечать на ваши вопросы. Время еще есть. Для того, чтобы озвучить вопрос от Яны, ей 37 лет. Анетта, здравствуйте, подскажите, пожалуйста, как работать с состоянием, загораясь какой-то идеей или делом, готовы на уровне мыслей и планов реализовать проект. Но как только погружаясь в углу, и дело доходит до конкретики и деталей, возникает апатия, и мозг постоянно подкидывает причины, почему не нужно это делать. То есть возникают такие эмоциональные качели от «я готова посвятить этому жизнь и сделать в лучшем виде», до «зачем это вообще нужно?» У меня такая же история бывает, когда я ложусь спать и говорю себе, что завтра я обязательно сделаю утреннюю гимнастику. Но просыпаюсь, я понимаю, что мне это нафиг не нужно. Это ты сказал? Да. Так ты во сколько на работе? Тимур, ты для меня просто великий. Ты понимаешь, ты для меня это ориентир, потому что вот каждый раз в такое раннее время быть на работе, заряжать всю страну, но про какую гимнастику идет речь? У тебя какая гимнастика-то с утра? Поэтому нет. И это, кстати говоря, другое. Вечером хочу сделать, а завтра не сделаю с утра. Это немножко про другое. Знаешь, что у Яны? Яна, я думаю, что вы мыслительный тип. И когда у вас возникает какое-то дело, какая-то задача, какой-то план, вы начинаете в голове его продумывать. И вы видите его как бы вот глобально. То есть вы видите, вот как это сейчас и как это должно быть. И вот мне слышится, что вот этот путь практический, тот абсолютно практический, рутинный. Это частая история, это не только у вас. Вот этот практический итераций, то есть шажки, которые должны быть для того, чтобы реализовать проект, они вам кажутся неинтересными, потому что вы в голове своей сразу выстроили конечный результат. И тот конечный результат, который у вас был, вы как бы его уже присвоили. И дальше вам его воплощать в жизнь как будто скучно. Ну как будто бы вы его нарисовали, так он уже достигнет. А вот так монотонно-монотонно уже неохота. И я думаю, что здесь нужно попробовать для себя поставить целью, то есть ваш рост, ваш прогресс, это не быстрое видение конкретного результата, который вы можете в голове своей создать. У вас есть этот объем, генерация и все остальное. А в вашем случае это разделение большого процесса на маленькие шажки и движение по маленьким шажкам. Именно это должно для вас стать проектом. Не конечная цель, а воплощение. То есть получается, мы видим, как это должно быть, но воплощать нам скучно. И тогда мы будем каждый раз видеть, каждый раз представлять, а потом у нас нет энергии, нам скучно воплощать. И поэтому эта история про такое монотонное маленькое движение. Делите на маленькие цели, пробуйте и хвалите себя за каждую маленькую итерацию. У меня так было. Люди с быстрым мышлением, с объемным мышлением, им часто мелкие задачи кажутся неинтересными. Но именно в мелких задачах есть самый большой результат. Я уверен, что сегодня мы с тобой вот маленькое добро, но сделали. Это точно. Да. Анетта Орлова, программа «Личная территория». Меня зовут Тимур Соколов. Дамы и господа, всем спасибо. Мы прощаемся с вами. Личная территория с Анеттой Орловой.